Нету производства, полностью отверточная сборка. Я понимаю, что, возможно, некоторые люди могут видеть это по-другому. У нас есть общественное движение «Нету телесбору», которое часто негативно высказывается в сторону завода в Петропавловске. Я полагаю, что у правительства были и есть определенные веские причины для этого. Касательно кадров, были ли какие-то у вас проблемы? Нам, разумеется, тоже выгодно, чтобы наши объемы производства и сбыта росли. Всем привет! С вами аграрный портал World of None. И сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Класс» Ян Хендрик Мор. Господин Мор, хотел бы вам задать такой вопрос касательно... У нас есть общественное движение «Нету телесбору», которое часто негативно высказывается в сторону завода в Петропавловске, то, что там не производится какая-то сборка, а просто нету производства, а полностью отверточная сборка. Что вы на это можете ответить? Я хотел бы отметить, что любая производственная деятельность, в ходе которой создается добавочная стоимость в Казахстане, является плюсом. Раньше «Класс» лишь осуществлял экспорт техники из Германии в Казахстан. Новая идея касательно сборочного производства заключается в том, чтобы не только продавать машины, но и создавать добавленную стоимость. Мы следуем принципу постепенного сбора, начиная с внешних элементов и двигаясь к внутренним. Сначала собираются поверхностные детали, затем происходит крупноузловая сборка, и позже мелкие детали. Чтобы пройти этот путь, у нас есть пять лет. И это большое достижение, что мы не только продаем технику в Казахстане, импортируем ее, но и создаем добавленную стоимость. Это и дополнительные рабочие места, развитие инфраструктуры. Мы параллельно заняты созданием локальной инфраструктуры и снабжения, которая в дальнейшем может быть использована для экспорта определенных деталей и компонентов техники в другие страны. Субсидии, которые распространяются на технику, собранную в Петропавловске, являются адресной мерой поддержки для казахстанских аграриев. За счет льгот по НДС, отсутствия таможенных сборов, им удается приобрести высокотехнологичное оборудование, которое было произведено в Казахстане, дешевле. Также для подобной техники предусмотрены различные программы льготного кредитования и лизинга. Я думаю, что это очень привлекательный механизм обновления техники, для казахстанских фермеров, которые получают поддержку в приобретении высокотехнологичных комбайнов, а также высокотехнологичных тракторов, произведенных в Казахстане. Нам, разумеется, тоже выгодно, чтобы наши объемы производства и сбыта росли. А Казахстану, в свою очередь, выгодно активнее развивать сельское хозяйство, которое используют современные и высокотехнологичные сельхозмашины. Я понимаю, что, возможно, некоторые люди могут видеть это по-другому, но с точки зрения тех, кто участвует в этом, фермеров, правительства или компаний класс, это важное дело и большой шаг вперед. Следующий вопрос может касаться системы субсидирования сельхозтехники в Казахстане. Как вы относитесь к такому подходу нашего государства, что техника импортного производства, ее стоимость субсидируется в размере 15%, а техника внутреннего производства в сумме 25%. Как, по-вашему, это правильное решение или неправильное решение со стороны нашего государства? Мне сложно судить о конкретных мотивах такого решения. Я полагаю, что у правительства были и есть определенные веские причины для этого. Для нас же, как для частной компании, главным образом важно то, что те, кто соблюдает условия, могут рассчитывать на определенные меры поддержки, чтобы в конечном итоге ни у кого не было конкурентных преимуществ или препятствий, когда он захочет осуществлять свою деятельность в Казахстане. Ведь эти правила, рамки и нормы созданы не только для КЛАСС. Они предназначены для всей отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Так что все, кто хочет участвовать, без труда могут присоединиться к этому процессу. КЛАСС просто пошел на это и создал производственную площадку в Петропавловске, которую будет развивать. Следующий вопрос будет уже касаться людей. Касательно кадров. Были ли какие-то у вас проблемы при планировании строительства завода на территории Казахстана именно с кадрами, квалифицированными? Может, с инженерами, с технологами, с кем-то? Периодически КЛАСС открывает новые производственные центры по всему миру. Казахстан – наше новое производство. И важно не просто привезти оборудование или воздвигнуть производственные корпуса. Важно найти талантливых и очень мотивированных людей, которые будут там работать. Это основа всего. Нужны люди с характером, которые хотят творить, учиться, которые хотят иметь хорошую и нужную работу. Конечно, важно и образование. Поэтому мы тесно сотрудничаем с многими учебными заведениями, в том числе и в Казахстане. Кроме этого, компания КЛАСС также проводит множество собственных тренингов, обучающих семинаров и практикумов. У нас даже есть Академия КЛАСС. В ней проходят обучение все те, кто приходит к нам работать. Помимо этого, в планах создание образовательного центра в Петропавловске. В нем смогут проходить обучение и повышение квалификации не только сотрудники завода, но и сервисные специалисты, осуществляющие обслуживание и ремонт техники КЛАСС в республике. Я хотел бы подчеркнуть, что основа любого успешного предприятия – его сотрудники. Их мотивация, сплоченность, преданность, характер, желание и способность учиться. Все это мы нашли и находим в Казахстане. Поэтому нам нравится быть здесь. Все хорошо, отлично. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо, что приехали и ответили на наши вопросы.